Это тот самый момент, когда на Попова 208А неделю назад автомобиль ушел под асфальт вместе с провалившимся грунтом. Владелец джипа лично наблюдал эту картину. Сидел на рабочем месте, услышал, что коллеги закричали, убирайте машину из парковки, что прорвало воду. Я разговаривал по телефону в этот момент с человеком, пошел в сторону выхода, через окна увидел, что мне уже особо торопиться не было. Машина ушла под асфальт за считанные минуты, подчеркивает мужчина. При этом спасти авто шансов не было. Шок, адреналин, конечно. Ну, главный шок был уже вечером дома, когда дошло, что в этот момент я просто мог находиться в автомобиле. Я приехал там с обеда в час дня, машину на это место поставил. И вот как потом смотрели с камер видеонаблюдения, что бить начало около водительской двери. Но успел бы я выскочить оттуда, не успел, непонятно. Как пояснили в теплосетевой компании СГК, коммунальная авария произошла во время гидравлических испытаний. Повреждения рычагов зафиксировали. Багажник прекрасно видно, в каком состоянии. Все всплывало, вырван потолок. Александр приобрел джип Cherokee 2014 года выпуска в середине апреля. Это была дорогая для меня покупка, тяжелая. Брался этот автомобиль именно для того, чтобы семью возить. У меня двое маленьких детей. Сейчас мужчина занимается оценкой повреждений авто. По его мнению, кроссовер уже не подлежит восстановлению. Так как ответственность со стороны СГК частично застрахована, максимальная выплата может составить 750 тысяч рублей. Однако рыночная цена порядка 2 миллионов рублей. Пострадавший надеется, что разницу ему возместят. Далее со всей оценкой они обращаются к ним. Если их сумма устроит оставшиеся, они пойдут на мировое соглашение и выплатят сумму. Если сумму не устроят, то только в судебном разбирательстве. Я буду настаивать на возмещении рыночной стоимости автомобиля. Такие происшествия не редкость, говорят юристы. И если на мировую пойти не получится, советуют начинать судебные споры. Нужно сбор документов именно собрать, что парковка была нормальная, или движение транспорта не нарушало, административной ответственности не привлекался. То есть нужно еще доказательство того, что это случилось не по вине самого водителя. Поэтому после этих сборов, естественно, дорога только потом уже в суд общей юрисдикции. И естественно, как обычно по практике, назначается уже судебная оценочная экспертиза, производится оценка, но это при условии, что у нас генерация отказывается оплачивать. По словам эксперта, судебный процесс такого рода может длиться от 6 до 9 месяцев. Но, как показывает практика, время будет потрачено не зря. Пострадавшие такие споры обычно выигрывают. Джип до последнего хотел жить. Он сам открыл окно до последнего, когда одни фары торчали из воды. Он моргал фарами, сигналил, хотел, чтобы его спасли. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.